Каждая десятая семья в России межнациональная. Такие данные приводит Росстаты. Это самый большой показатель среди других стран в мире. Как показал опрос портала Москва-Баку, этот факт не удивил москвичей гостей столицы, ведь Россия страна многонациональная. Насколько счастливы и успешны межнациональные браки, что объединяет вместе разных по культуре людей и в чем плюсы интернациональных семей. Об этом порассуждали прохожие на улицах Москвы. Я считаю это объективно, потому что в России живут разные национальности, у меня снова межнациональная семья. Так что ничего удивительного в этом нет. Разные люди разных национальностей учатся вместе, работают вместе. Так и семьи получаются. Ну, я русский, а жена еврейка. Но мы все равно воспитаны одной культурой, поэтому мне кажется, что глобально мы ничем не отличаемся, а скрепы, любить друг друга, вот и все. Наверное, это главное. Все зависит от того, как складываются отношения между людьми, потому что иногда и в браках одной национальности люди не могут ужиться и как-то найти себя. Все, наверное, зависит от воспитания, в первую очередь, как люди воспринимают друг друга, как они воспринимают какие-то присущие черты человеку из как бы другого этноса или другой национальной группы, насколько уважают религию, какие-то вот, ну, то, что важно для другой стороны. У нас вообще семья сама по себе интернациональна, если брать по крови. Вот у нас очень много разных кровей намешано в семье. И все как-то старались всегда притереться и бабушке к дедушкам, и дедушке к бабушкам. Ну, мама с папой только они, вот, скажем так. Получилось так, что они из одной прослойки такой этнической вышло. Каждый сам выбирает того спутника, с кем он будет жить всю свою жизнь оставшуюся. Я плохого ничего не имею. Насколько они крепки, это надо смотреть в каждой семье, я не знаю, по-разному. Даже одной национальности люди либо долго живут, либо вообще недолго живут. У нас есть семья знакомая, разноциональная. Ничего, живут уже, ну, я не могу сказать, что прям долго-долго, но живут. Все хорошо. На самом деле даже два москвича в браке могут оказаться такими разными, что им будет сложно жить друг с другом. Поэтому, ну, скажем так, восхищаюсь людьми, которые долго в таких браках живут, или там живут всю жизнь. Но чаще всего живут всю жизнь, если один все-таки переходит, допустим, в религию другого. И хотя бы частично нивелируется разница. Богатый медицинский опыт показывает, что разнонациональные браки более здоровы. Это полезно для здоровья. И, наверное, для жизни вообще более мирной. Не будет такой озлобленности по отношению к инаконациональным. Вы знаете, действительно, Россия очень многонациональная сторона, и неудивительно, что в ней самое большое количество межнациональных браков. Я думаю, что это на самом деле даже хорошо. Почему? Потому что происходит какой-то обмен опытом между людьми, между различными национальностями, между различными группами, между различными культурами. А объединяющим вот этим вот моментом, который скрепляет вот эти браки, я считаю, что является наша единая традиция культуры, которая едина у всех народов. В частности, мы много занимаемся именно этим как раз вопросом. И у нас есть такой эксперт, как Карпенко Леонид Иванович. И вот он доказал через огромный анализ различных культурных традиций разных народов, он разобрал 40 разных народов, разобрал их культуру, традицию. И разбирал он, в первую очередь, сказки, былины, вот именно традиционные такие все аспекты. И он доказал, что традиция искома, она одна. Только она облекается в несколько разные формы, в разные слова, в разные вот эти вот былины с разными именами. Но суть остается одна и та же. Поэтому как раз вот и наличие такого количества многонациональных браков – еще одно доказательство, что традиция у нас одна и едина. Как показал опрос, по мнению москвичей и гостей столицы, любовь не имеет национальности. Именно она является главной скрепой любого брака, как и многие другие составляющие счастливых и гармоничных отношений. Ну только любовь, а что там еще браки? Приспосабливаются люди, любовь, опять же, приспосабливаются к своим культурам. Влечение, любовь. Только это. Наверное, уважение к культуре другого человека, понимание каких-то интересов и, может быть, культ традиций, ценностей, вот это, чтобы не ранить и обидеть человека какими-то своими ценностями, то есть находить какой-то общий компромисс, общий язык во всем таком. И любовь. Само собой, естественно. Друг друга понимать, поддерживать его веру, его национальные, ну, традиции национальные каждого из членов семьи. Любовь, чтобы была, а любовь спасет мир. Принимать то, что другой человек другой. Но должна быть готовность и способность принимать другого бесконечно в его инаковости. Вы знаете, мне кажется, в любой семье главное это чувство по отношению друг к другу. Неважно, она интернациональная будет или какая-то обычная. Потому что если люди на самом деле хотят быть вместе и смотрят в одну сторону, потому что я, например, уверена в том, что семья – это не союз непохожих, это союз людей, которые очень одинаковы в самых главных вещах. То есть они должны смотреть абсолютно одинаково в одну сторону. И тут, мне кажется, национальность не всегда может играть какую-то главную роль. А главное, насколько люди хотят вместе идти и в эту сторону смотреть. Насколько эти взгляды, в принципе, совпадают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова